Продолжение следует... 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 этот клип это тело твое за нас ламина ешьте это все это круто иисус нового завета за многих издеваемого оставление грехов и дедащим давайте что-нибудь пою Субтитры сделал DimaTorzok 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 13 глава Дима Торзок 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 Нам нужно быть осторожными, потому что то, что говорил апостол Павел, он говорил, что если к вам придет даже ангел с небеса, начнет проповедовать вам не то, что я вам проповедовал, да будет анафема, то есть это будет отлучен. Поэтому нам нужно быть очень осторожными, чтобы не увлекаться чуждыми учениями, посторонними. Ибо хорошо благодатью укрепляет сердца. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укрепляет сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. То есть нам нужно укреплять свое сердце благодатью, то есть благодать это незаслуженная милость, то что мы с вами спасены через жертву Иисуса Христа, это неизменно. Вот. Это естественно. То есть когда мы верим в Иисуса Христа, в Сына Божия, Библия говорит о том, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечно. Вот. И если ты принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то ты спасешься, да, то ты спасен уже, спасен. Вот. Потому что Библия так говорит, что ты уже спасен. Вот. Независимо от делу закона, ты спасен благодатью. Вот. Это естественно. Ну вот, насколько я знаю, что вот слово по плоти, по которому ориентируются люди, даже некоторые христиане, которые, да, увлекаются чуждыми учениями, я посмотрела там один фильм, который называется «Спасение». Так вот, они все верят, все вот эти вот последователи этого учения верят в то, что они принадлежат дьяволу. То есть для них то, что Иисус умер на кресте, этого недостаточно. То есть они считают, что нужно, что они принадлежат дьяволу. Они прям даже так и говорят, что мы принадлежим дьяволу. Хотя когда благодатья говорит о том, да, что мы принадлежим Христу, что мы не рабы дьявола, что мы не рабы греху, мы рабы Иисуса Христа. Когда мы принимаем Христа, мы принадлежим Ему. Возыбленный Мой принадлежит мне, а я Ему. Вот, это Слово Божие, это священное писание, на которое мы должны опираться, на львы. Потому что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тоже. И вы знаете, что последователи этого учения, да, которые опираются на книгу Слова Божьего в плоти, они очень хорошие, они очень стараются перед Богом, знаете, вот, быть хорошими. Вот, но понимаете, что вот невозможно, это сама праведность, если достигнуть совершенства. Вот, мы сплотаемся благодатью. И об этом говорит священное писание. «Ибо хорошо благодатью укреплять сердца». То есть мы укрепляем свое сердце благодатью. То есть незатужная милость – это то, что мы недослужили, но Бог нас просто так помиловал, простил только потому, что мы поверили, да, в то, что все наши пришли уничтожены на кресте. Аллилуйя. Естественно, дьяволу мы не принадлежим, мы уже не принадлежим ему, он под нашими ногами. Аллилуйя, Господь. Вот. То есть человек и считает, да, что вот мало того, что человек, который увлекается чувственными учениями, да, он считает, что мало того, что Иисус умер, что нам заменило, да, этого недостаточно, он считает, что он еще не спасен, он считает, что нужно свои усилия прилагать. И во многих церквях, знаете, вот это вот присутствует тоже вот эта вот закладка, вот. И нам нужно быть очень внимательными к тому, чтобы нам не попасться, вот, на эту удочку, потому что нам дано спасение как подарок, а за подарок платить не надо. Вот. Это мы должны все это для себя уяснить и укрепить свое сердце благодатью. Аллилуйя. Аминь. Итак, давайте с вами продолжим размышлять над Словом Божьем. И напомним себе, что Иисус Христос вчера и сегодня вовеки тот же. Аминь. Аминь. Давайте откровение, 21 глава, 1 по 4 стих откроем. Это предпоследняя глава в Библии. Откровение, 21 глава, 1 по 4 стих. И увидел я новое небо, новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, моря уже нет. И я, и Ам, увидел святой город Иерусалим, новый, восходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, все скинь от Бога с человеком, но он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их. И отрвет Бог всякую слезу сочи их, и смерти не будет уже, ни плача, ни попля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Аминь, Аллилуйя, Слава Господу. Слава Господу, Аллилуйя. Слава Иисусу тебе, Слава тебе, Иисусу. Дух Святой, открывай нам слово. Пусть умрет моё я, говорит, ты через меня. Аллилуйя. Итак. Когда мы приняли Христа в жизнь, Сын Господом и Спасителем, мы признали Его, что да, ты мой Господь, ты мой Царь, ты мой Господь, ты мой Господь, ты мой Господь, ты мой Руководимый Жизнью. Аллилуйя. Когда мы признали Его Господь, да, над Собою. Аллилуйя. И в тот момент Бог нас воскресил, поживотворил со Христом. Благодати мой, что мы спасены, написано. Ты воскресил и посадил на небесах во Христе Иисусе, Господи нашим. Вот. Так, мы верим в это слово. Верим в то, что действительно Господь нас воскресил и посадил на небесах. И мы уже размышляли над этим? На небесах каких? На старых или на новых? Он нас воскресиво посадил. И я думаю, что Он посадил нас на небесах во Христе Иисусе, на новых небесах. Поэтому и сейчас новая земля это что? Новая земля это где царствует Иисус Царь. И мы этой верой побеждаем этот мир, в котором господствует враг, сатана. И каким образом новая земля появляется? Когда верующие дают веру расчищать территорию, территорию для Бога. И это мы делаем верою через свои, через разум, через свои мысли. Мы пропускаем через Слово Божье. И мы завоевываем территорию для Христа. И мы провозглашаем, что Иисус Царь на этом месте. И дьявол придется подвинуться, ему нужно будет уйти. И это уже новая земля, потому что Иисус Царь над всей землей. Вот. Так это новая земля и новое небо. Вот. И где царствует Иисус, да? Ты можешь сделать рай, вот. Ты сам делаешь рай, либо ад в своей жизни. Вот. Мы побеждаем, заграждаем мост, а дьяволу своей верой. Вот. И там, где нет места дьяволу, где есть Иисус, это новая земля. Потому что мы молимся, да? Да придет Царствие Твое, да есть воля, да будет воля Твоя земля, как на небесах. Вот. А на небесах, естественно, на новое имеется в виду. Вот. А не на старых. Вот. И, конечно же, вот это слово, да, которое мы уже сейчас читаем, вот. Увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба. Вот. Новый Иерусалим, это не тот Иерусалим, да, который, вот, сейчас на земле находится. Но есть небесный Иерусалим. И вот этот небесный Иерусалим, он написано, что он сходит с неба. Вот. Сходящий от Бога с неба. Вот. Почему именно с неба он сходит? Потому что Бог посадил нас с вами во Христе Иисусе на небесах. Поэтому он с неба исходит. И мы должны осознавать себя, да, что мы все верующие, христиане, любящие нашего Иисуса, нашего жениха. Вот. Вот. Мы являемся его невестой. Вот. И этот новый Иерусалим, это символ, символ церкви. Бог называет нас городом. Он сам Бог, это храм в этом городе. Вот. И сейчас даже мы можем рассуждать, да, по человеческому рассуждению. Мы плодь. Вот. У нас есть, значит, мы дух, у нас есть душа и живем мы в теле. Так вот, Бог поселился в нашем сердце, да. И так как наше сердце находится в нашем теле, то, естественно, Бог поселился в нашем теле тоже. И в нашей душе тоже. Вот. И Иисус Христос вошел внутрь нас, да. Царство Божие есть внутри нас, написано. Вот. Так вот, если ты представишь себя городом, да, и домом Бога, и внутри тебя есть храм, да, внутри тебя есть сам Бог. Храма я не видел, я написал, да, храма я не видел, это сам Бог, есть храм в этом городе, о котором мы сейчас читаем. Этот новый Иерусалим, исходящий от Бога с неба. Вот. И он приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Вот. Мы сами по отдельности, как живые камни написаны. Мы устрояемся в дом духовный, из себя. Вот. Это говорит Священное Писание. Каждый из нас по отдельности, это один камешек. Но когда мы вместе, мы представляем, да, город. Город Иерусалим. Вот. Потому что город Иерусалим, он весь построен из драгоценных камней. Об этом написано, Священное Писание, что улица его чистое золото. И там написано 12 оснований. Вот. И все они из драгоценных камней. И, в общем, здесь говорится, слышал я громкий голос неба, заваляющийся с кинем Бога с человеком. Вы знаете, что сейчас Бог живет с нами, да, это уже исполнилось, то, что Бог живет с нами. Он обитает с нами. Он живет внутри нас. Внутри нас обитель Бога. Бог поселился внутри нас. Это уже исполнилось, написано все с кинем Бога с человеками. То есть в каждом из нас, в каждом христианине по отдельности, да, живет Дух Святой. Вот. Это личность неограниченная. Но все равно Бог, Бог, Он всемогущий, вездесущий. И поэтому Он, так как Он всемогущий, вот, поэтому Он поселился внутри нас. И внутри меня, внутри тебя. Вот. И Он обитает уже с тобой. И ты уже Его народ. Не будешь уже потом, когда-то, а вот ты уже Его народ. Помните песню? Да, народ. Народ Новый восстает в стране. Вот. Финцепис 2, Он разорвет. Так вот, мы вот этот народ Новый. И мы Божий народ, да, святой. И Господь, Он поселился внутри нас. Он уже обитает с нами. Мы уже являемся Его народом. Да? Они будут Его народом, написано. То есть, это пророчество, это уже пророчество, это уже исполнилось уже. И сам Бог с ними будет Богом их. То есть, сам Бог уже мой Бог. Это уже исполнилось сейчас. Написано. И написано. Ну, наша вера, это то, что побеждает этот мир. Вот. Конечно, если мир тебя победил, то ты будешь реветь своими днями. Потому что ты смотришь не Божьими глазами на ситуацию, да. Вот. Просто мирскими глазами. Ну, потому что отсоединился от Господа, да. Давно уже не пребывал в молитве своей Божьей, поэтому это не очень легко тебя обмануть. Но тот человек, который духовно он вооружен, вот. Во всеоружие Божье, которое наставлено, да, он, конечно же, победит. Он победитель. Вот. И Библия говорит, что всякую слезу сочи их, а лжи оттирает на всякую слезу. И смерти не будет уже написано. То есть, мы сейчас имеем власть даже дух смерти изгонять. Закрещать духу смерти. Что это скажите? Пожалуйста. Если смерти уже не будет. То есть, ты можешь аннулировать дух смерти. У тебя есть такая власть. Вот. Иначе получается, что как-то, знаете, вот. Если Бог тебе дал власть изгонять духа смерти, даже воскрешать мертвых, то что-то тут какая-то нестыковочка получается, если смерть имеет на тобой власть. Как это смерть имеет на твою власть? Когда ты, Дитя Божие, имеешь власть над смертью. Ты запрещаешь духу смерти, а не смерть над тобой владеет тобой. Аминь. И написано, не плачь, не вопь, не болезнь уже не будет. Прежнее прошло. Ты сейчас можешь запрещать болезнь, чтобы она ушла. Гелуя. Ее нету на самом деле, потому что Слово Божие говорит, что ранами его мы слились. Вот, поэтому ты выбираешь, во что он верит, ты сам выбираешь. Аминь. Аллилуйя. Знаете, когда Иисус сказал, совершилось, вот здесь вот, пятый стих, шестой стих, говорит, и сказал, сидящий на престоле, все творю, все новое. И Библия говорит, что мы новая тварь с вами. Вот когда Бог сказал, все творю, все новое, это же Он сказал про нас с вами, что мы новая тварь у Христа Иисусе. Мы уже сейчас новая тварь. Не когда-то потом, а сейчас уже. Это уже исполнилось. Все творю, все новое. И говорит мне, напиши, и послова те истины, и верны. И сказал мне, совершилось. Когда Иисус сказал, совершилось, вот это и есть. Это слово, когда Он сказал, совершилось уже все. Я, Исм, Альфа и Омега, начало и конец. Жадущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и Он будет мне сыном. Ну и сейчас уже, дети Божьи, это уже исполнилось. Это пророчество уже исполнилось. Сейчас просто возьми Его и пользуйся им. Аминь. Слава Господу. Я уже Его дочь, Ты уже Его сын. Аллилуйя. Естественно, если мы рождены свыше, то мы, посланники, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Мы не от мира всего. Мы приходим на эту землю, говорим. Мы странники пришельцев. Аллилуйя. Это наше же жительство на небесах написано. И когда мы входит, да, вот, этот Новый Иерусалим, да, приготовленный как невеста, окрашенный для мужа своего, любого Господа. Мы же сейчас уже имеем отношения с нашим Господом. Мы имеем с Нима романтические отношения, близкие, интимные отношения. Это уже сейчас есть мужа, невеста, украшенная для мужа, его жена. Это неизменно, это не изменяется. Бог нас никогда не оставит, не покинет. Это твой муж может тебя бросить, да, за которым ты вышла замуж здесь, земной. Или жених тебя может сбросить. Но этот небесный супруг, да, и жених, он тебя никогда не оставит, никогда не покинет. Это невозможно, потому что он верный. Аллилуйя. Слава Господу. Это не изменяется, это уже навсегда, это уже навечно. Аллилуйя. Мы побеждаем этот мир своей верой. Просто верьте, Аллилуйя. Аминь. Давайте филиппийцам откроем. 3, 18, 21. Ибо многие, о которых я часто говорю вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель. На небеса на небесах и оттуда мы ожидаем нашего Спасителя. Мы не с земли смотрим, мы ожидаем, когда же он придет и заберет на небо. Нет. Мы уже сейчас на небесах и оттуда мы ожидаем. И вот здесь говорится о людях, которые поступают как враги креста Христова. Вот скажите, вот такие вот верующие христиане, которые считают, что то, что Иисус умер на кресте, этого недостаточно для твоего спасения, они же и поступают как враги креста Христова разыне. То есть увели взгляд свой от Христа, а занялись своими делами. То бишь спасение своими силами, своими силами, своим трудом, силой боли и так далее. И как можно говорить, да, если ты отдал всю жизнь Христу, что ты принадлежишь с дьяволом? Я не понимаю этого. Это невозможно. Нам нужно говорить то, что говорит священный Писание. Не давайте мне это делу. Мы можем спуститься, конечно, на уровень, на уровень людей, которых мы хотим спасти. Вот. У меня много таких писем, вот, которые, ну, знаете, вот, не только теологические, вот. И приправленные, ну, как сказать, благодатные такие. Но еще есть такие вот, которые касаются души. Души, знаете, такие душевные. И, конечно, иногда нужно сказать Богу то, что, не то, что Слово Божие, да, говорит, но иногда, когда мы в тайной комнате моремся и говорим Богу, общаемся с Богом, говорим, ну, то, что у нас накопилось на сердце, мы вполне, возможно, чувствуем, да, не то, что говорит Слово Божие. Мы можем сказать Богу о своих чувствах, вот, о том, что говорит наша душа. И Бог это тоже все, как сказать, Он надо слышать, Он принимает во внимание, да, потому что Он пришел спасти нашу душу. И в крови написано душа, Он пролил кровь свою, а в крови это душа, вот. Так мы с вами три едины, дух, душа и тело. И наша душа порой плачет, да, наша душа порой тянает, вот. И, конечно, дух сюда приходит утешать нас. Он говорит, эй, эй, это же в Царстве Божьем, не забывай. Царство Божье – это праведность, мир и радость, и Святом Божьем. Откуда тут все взялись? Ну-ка посмотри на небо, посмотри на Кристос Иисуса, вот. Посмотри на все на Кристос, что ты имеешь. Ну-ка включи-ка свою веру, вот. Ты же невидением живешь, ты же верой живешь. Наша жизнь сокрыта со Христом Божьей. Не забывай, что есть Бог в твоей жизни. Некоторые говорят, у меня совсем нет других, вот. У тебя есть друг, у тебя есть самый главный друг. Да, мой верный друг – это Иисус. Ты не забывай, что рядом с тобой Иисус. Некоторые говорят, ой, я так одинок. Вот, я никому не нужен. Знаешь, что ты всегда нужен Богу, и что ты не одинок, потому что с тобой Отец, ты не Дух Святой. Ты не одинок. Не забывай о Боге в твоей жизни, что Он всегда рядом с тобой, Он всегда с тобой никогда не оставит и никогда не покинет тебя. Мало того, Он не только рядом с тобой, но и внутри тебя. Аминь, если только, конечно, ты Христов. Лилуи. И вот те люди, которые увлекаются чуждыми учениями, они же мысли это земно, у них же мысли о том, как, ну вот, земное – это что значит земное, да? Земное – это то, что ты видишь, ну, как сказать, смотришь не глазами Божьими, а глазами мира. Вот как мира святая, так ты по-мерски говоришь. Вот. И так же по-мерски обсуждаешь. Вот. Это и есть люди, которые мыслят о земном. И написано, что их конец погибели, и Бог чрева. И слава их в сраме, они мыслит о земном. Поэтому давайте больше кормить нашего духовного человека, чтобы нам не впасть в крайность, да? Если в твоей жизни есть хоть вера в горчичное зерно, оно способно вырасти в большое уровное дерево. Вот. Этого… Этой веры в горчичное зерно достаточно для того, чтобы здесь гора. гора – это… Если гора стоит, то ты не можешь никуда прийти, потому что гора мешает. Так вот, Иисус – это путь, который сметает эту гору. Просто, когда ты встаёшь на путь Христа, всё, горы нету никакой. Всё, ты уже на небе. Раз – и всё. Просто призови имя Господу, не спасёшься. Всё, нету горы никакой в твоей жизни. Ты уже спасён. Ты уже воззывное дитя Божье. Верь в это. Аминь. И помни, что твоё жительство на небесах, и что ты ожидаешь оттуда спасителя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Филипийцем 1, 21, 24. Ибо для меня жизнь Христос и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Лечёт меня то и другое, имея желание разрешиться и быть с Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моём вторичном к вам пришествии. Так, я уже лишнее прочитала. В общем, апостол Павел писал филипийцем, что для него жизнь Христос и смерть – приобретение. Потому что это наше плод, земное, оно мешает нам с Богом во всей полноте встретиться. Мы только ощущаем его присутствие чуть-чуть совсем. Запах из кухни, как говорят некоторые проповедники. Но так и не поели, только запах почувствовали. Вот. И чтобы быть и вот то, что мы делаем при части, да, едим плод Иисуса, пьём его кровь, это же вот прообраз, это же для нашей плоти, для жизни нашего земного человека, созданного по образу создавшего. И, в общем, мы должны понимать, что мы образы подводы Божьи. и апостол Павел говорит, что он хочет быть со Христом больше. Если вот он выйдет из тела своего, да, из этого бренного тела, то он окажется со Христом. Вот. Он говорил, что воплотить, да, вот я воплотил, нужно, чтобы, потому что я вам нужен. Если ты здесь ещё живёшь, если ты христианин ещё живёшь на земле, значит, ты кому-то здесь нужен ещё на земле. Поэтому Бог тебя ещё не забрал к себе. Вот. И Библия говорит о том, что не все мы умрём, но все изменимся. И это послание апостол Павел писал почти уже две тысячи лет назад. И уже две тысячи лет как прошло, да, и Бог всё долго терпит и ждёт, чтобы никто не погиб, но все пришли покаяния. Для Бога сейчас прошло шесть дней всего. Сейчас мы живём в седьмом дне. Прошло шесть тысячелетий сотворения мира. Вот. Мы живём в седьмом тысячелетии. Для Бога один день как тысячу лет, за тысячу лет как один день. Так вот для Бога прошёл седьмой день. Если не считать до тысячелетий, четыре тысячелетия до нашей эры, вот, до Рождества Христова, от Рождества Христова прошло две тысячи лет, сейчас мы живём в третьем тысячелетии, то для Бога третий день настал. Вы знаете, что Иисус, Он воскрес на третий день. И будет ещё воскресение из мёртвых всех христиан, всех верующих, которые умерли во Христе. Вот. И они воскреснут. Это будет одновременно с пришествием Господа нашего Христа воскресения из мёртвых. Будет одновременно с пришествием Господа и воскресением из мёртвых. Будет одновременно Конечно, нам хочется и то, и другое, да, нам хочется и здесь на земле еще пожить, вот, Господу служить, да, и хочется с Богом лучше быть, потому что это несравненно лучше, несравненно лучше быть с Богом, потому что здесь на земле у нас постоянно идет духовная война, да, духовная война, вот, за территорию Бога в твоей жизни. Аминь. Итак, давайте с вами спою, возьми меня к себе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Мы уже не можем без молитвы жить, потому что это наша жизнь, это наш образ жизни уже. Без Бога уже мы не можем дышать. Это как наше дыхание, дыхание нашего духа. Если мы перестанем молиться, то дух наш, он совсем ослабевает. Тогда над нами плоть начинает уже руководить нами. Поэтому мы не должны этого допускать. Не должны этого допускать. И для этого Бог нам говорит, да? Мы перестанем молиться. Таким образом мы можем сказать, что Бог меня взял в себе. Я уже даже могу сейчас сказать, возьми меня. То есть глубокие отношения с Богом. Такие глубокие, что ты под его покровом находишься. И ты знаешь, что никто не похитит тебя из руки любящего Бога. Библия говорит, что ни смерть, ни жизнь, ни начало, ни настоящее, ни будущее, ни ангелы, ни силы, ни другая какая тварь не может учить меня от любви Божьего Христа Иисусе. Боже, Господи мой. Так, когда ты говоришь, возьми меня к себе, это значит, что любовь Божья настолько объемляет тебя, настолько объемляет нас, что нас никто не может это учить. И то, что мы перечисляли, да, ни смерть, ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни силы, ни начало, ни настоящее, ни будущее, вот, ни глубина, ни высота, ни другая какая тварь не может учить нас от любви Божьего Христа Иисусе. Аминь. Итак, давайте дальше продолжим размышлять. Ирина 8, 26. Также Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух хододальствует за нас поддыханиями незреченными. Давайте еще 27 стих прочитаем. «Испытывающие же сердца, знают, какая мысль у Духа, потому что Он хододальствует за святых по воле Божьей». Аминь. Слава Господу. Апостол Павел говорит, да, что Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших, когда мы не можем молиться, когда мы, нам тяжело, да. Написано, что Дух Святой, он нам помогает, он нам дан помощник, он помогает нам молиться. Написано, что он помогает воздыханиями неизреченными. Если ты молишься, да, порой бывают такие вот стоны, воздыхания, это Дух Святой, да, воздыхает, это Дух Святой, да, таким образом молятся. Это не речь, это воздыхание. Вот, и Он хододальствует за нас, написано, за святых, то есть за грешников Он не хододальствует, Он хододальствует за святых по воле Божьей, то есть тому, что хочет Бог. Знаете, что Бог хочет только всего самого лучшего для нас, всего хорошего, поэтому манитесь чаще Духом, Духом Святым, да. Вот, и мы не знаем, о чем молиться, как должно. Мы, порой, можем молиться неправильно, да, и просить, и наши просьбы могут быть не по воле Божьей, эгоистичными. И поэтому нам дан помощник Дух Святой, который не сделает нам, чтобы нам было плохо, наоборот, чтобы наша жизнь была лучше. Вот, и Дух Святой нам помогает молиться. И написано, что испытывающий же сердца знает, какая мысль Духа. То есть Бог, Он тот, Который испытывает наше сердце, да, и Он знает, какая мысль у Святого Духа. Ведь Святой Дух живет внутри нас. И когда даже, нет, ты не речью молишься, да, даже ты когда не понимаешь, о чем ты молишься, а ты молишься на иных языках, вот. Вот, это есть дар Святого Духа, да, и на языке, вот. И есть еще воздыхание неизреченное, неизреченное. Это не язык, это просто воздыхание неизреченное. Это Дух Святой так ходатайствует у тебя. Вот. И может быть, за других святых тоже, за братьев, за их сестер, за Христи, тоже ходатайствует. А ты просто об этом не знаешь. Ну, так как мы все связаны друг с другом, да, что если твоему брату или сестре плохо, это значит, всему телу плохо, понимаете. Это значит, не только тебе плохо. Вот, потому что мы одно тело Христа. Если один пальц заболел, то всему телу плохо. Вот, даже если ты не палец. Вот. И поэтому мы, Дух Святой молится, да, за нас, вот, дыханиями неизреченным. И он ходатайствует до святых по воле Божией, написанным. Слава Господу, да, за то, что Дух Святой молится только по воле Божией. А не по нашей эгоистичной, греховной природе. Аллилуйя. Аллилуйя, что Дух Святой молится по воле Божией. Воля Божия для нас самая благоугодная и совершенная. Это значит, самая лучшая для нас, самая лучшая для тебя и для меня воля Божия. Аминь. Слава Господу. Итак, евреям 13-17. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая. Ибо это для вас все полезно. Аминь. Апостол Павел говорит евреям, да, пишет евреям, чтобы евреи, они повиновались своим наставникам. Наставники, которые поставлены над нами, которые учат нас, да, они неусыпно пекутся о душах наших. То есть молятся бы нас, да, наши наставники, которые учат нас по Слову Божьему, которые учат нас по Слову Божьему. У меня было много наставников в моей жизни, во всей христианской моей жизни было много наставников. Вот, и сейчас у меня есть наставники, которых я слушаю, проповеди, которых я слушаю, которые меня вдохновляют, которые укрепляют мою веру, которые укрепляют мое сердце, благодатью, вот таких проповедников я слушаю. Вот, они мои наставники, и самый главный наставник – это Дух Святой. Когда я в тайной комнате, Дух Святой мне открывает, открывает мне, потому и самый главный наставник, который послан, да, Отцом Небесным, которого умолил Иисус Христос, чтобы Он пришел в мою жизнь, чтобы наставлять меня на всякую истину. Аминь. Потому что наши земные наставники, они могут ошибаться, да, вот. Но Дух Святой не ошибается никогда. Если твой наставник, он Духи Святом, да, то, конечно же, нужно такого наставника слушаться и повиноваться ему. Если ты видишь, что он неусыпно течется от своей Душе, такому наставнику нужно повиноваться. Вот именно такому, который неусыпно течется от твоей Душе, вот такому наставнику повиноваться. Он, они молятся постоянно, да, по твоей Души. Вот. Потому что они будут давать отчет перед Богом, что они делали. Это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. То есть, если твой наставник воздыхает, да, из-за того, что ты что-то там творишь, да, и делаешь неправильно, да, то это неполезно именно для тебя. Неполезно именно для тебя, потому что, ну, слово Божие так говорит. То есть, если наставник, он радуется, да, глядя на то, как ты возрастаешь духовно, как ты движешься за Богом, то, конечно, он будет радоваться за тебя, потому что он душу свою, да, полагает за тебя. Неусыпно печется, он даже сном своим жертвует для того, чтобы молиться за тебя, вот. И печется от твоей Души, вот. У нас в церкви, да, есть наставники, да, которые пекутся в наших душах. Вот, они поставлены. Бог влечет наслужения человеческими тоже, да. Да, есть вот церкви такие, да, которые помогают нам возрастать духовно, потому что в одиночку, как бы, тяжело тебе будет вначале, вот. Потому что человек, вот, даже в земной нашей жизни мы видим, да, в одиночку тяжело учиться, поэтому сейчас школы, и когда вместе учиться как-то легче, ну. и друга-толго тоже мы учимся, мы друг друга тоже доставляем. И это относится не только, не только вот, если ты считаешь просто себя простым прихожанином, потому что ты не должен так считать, что ты просто простой прихожанин. Ага, ты должен понимать, кто ты. Потому что мы все друг друга наставляем, мы должны повиноваться друг другу. И ты можешь наставлять тоже. Ты тоже можешь быть наставником, своего наставника, можно так сказать. Потому что каждый, почитая другого, больше себя написан. То есть наставник, он не может себя почитать больше, чем тебя, например. Да? И ты не должен почитать себя выше своего наставника. Вот. Так учит Иисус. Аминь. Это для чего? Для того, чтобы мы повиновались друг другу. Потому что это будет, принесет радость нам. Вот. Когда, даже если ты почувствуешь, что твои люди, которых ты наставляешь, они тебя слушаются, повиновятся тебе, у тебя это приносит радость. Понимаете? Радость не потому, что тебя послушают, а потому, что ты знаешь, что их жизнь теперь изменится к лучшему. Потому что они тебя послушали. Потому что Бог говорил через тебя. И, конечно, если они не послушаются, ничего не изменится. Как было, так и останется в их жизни. Ничего не изменится. И для них это не принесет никакой пользы. Потому что Слово Божие, оно должно приносить пользу. Мы же наставляем людей по Слову Божьему. Когда они слушаются, да, этого Слова Божьего, тогда жизнь их меняется. А если не слушаются, то пользы никакой. То есть не растворилось Слово Божие, да, в их сердцах. Их вера, оно не растворилось, и не принесло никакой пользы. А нам нужно, чтобы принесло пользу это Слово Божие, которое мы проповедуем с вами. Аминь. Аллилуйя. Так. Салон 37, 10. Давай, Чикова. Господи, пред Тобой все желания мои и за дыхание моё не сокрыто от Тебя. Аминь. Это Салон Давида. Воспоминания. У каждого человека есть желания. И порой наши желания исполняются, а есть желания, которые не исполняются. Так вот, когда мы молимся Богу, да, когда мы что-то просим у Него, и это долго не исполняется, то мы начинаем выдыхать. Вот. И Библия говорит, да, «Воздыхание моё не сокрыто от Тебя». То есть Бог видит, что ты воздыхаешь. Вот. И твоё желание долго не исполняется, и вот ты воздыхаешь. Это воздыхание от Бога не сокрыто. Он всё видит. Он всё знает, он всё видит. Вот. Если это желание твоё, оно... Библия говорит, да, о том, что «Надейся на Господа всем сердцем своим». Звучит музыка. Так, извиняюсь, минутку. Вот. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. То есть нам нужно утешаться Святым Духом. Вот. Если ты утешаешься Святым Духом, это ты делаешь шаги к тому, чтобы твое желание быстрее исполнилось. То есть, если ты отворачиваешься от Бога, да, и хочешь найти утешение не в Боге, а в чем-то другом, это значит, что ты удаляешь себя от того, чтобы твое желание исполнилось как можно быть три. Вот. То есть, наоборот, ты удаляешь тот день, когда твое желание исполнится, можно так сказать. Поэтому, ну, чем ближе мы к Богу, да, тем лучше для нас. Чем... Чем больше у тебя проблем, тем больше тебе надо идти к Богу, тем больше надо молиться. Вот. Кому-то, допустим, ну, допустим, если человек живет, да, ну, спокойный, только жив, счастливый, вот, то ему, как бы, нет необходимости, знаете, вот что-то там искать, вот, что-то там... Потому что он и так счастлив и удовлетворен, понимаете? Но чем больше у тебя там каких-то проблем, тем больше тебе Бог нужен. Это вот закон такой. И... Как сказать? Вот, например, чем яма глубже, да, тем больше туда нужно, чтобы засыпать эту яму, тем больше нужно там земли, например, да, чтобы засыпать эту яму, так вот эта глубина, да, которую, она не может отлучить тебя от любви Божьей. Вот эта глубина, эта яма, вот, может быть, в которую ты попал в эту яму, она тебе не может отлучить от любви Божьей. Вот, вот, и это любовь Божья, это святой дух, который нам дан, да, он, когда ты утешаешься им, это, это считай, что ты просто засыпаешь эту яму землей и поднимаешься выше, выше, выше и ближе, ближе, ближе к твоему желанию, вот. Аминь. Или, например, вот ты целыми днями, например, молишься, Библию читаешь, да, пребываешь в Слове Божьем, в молитве, вот, ты уже насыщен настолько, вот, насыщен настолько Словом Божьим, да, что вот уже тебе уже больше не надо, все, уже хватит. А тут тебе еще кто-то рядом с тобой живет и начинает тебя долбить по этому Слову Божьему, понимаешь? Это уже перебор, то есть тебя уже пересолили настолько, что ты уже стал настолько соленым и невкусным, понимаете, что нельзя пересаливать тоже, пересаливать. Ну вот, Слово Божье, так можно сравнить с солью, да, солью, вот. Оно уже будет невкусно, тебе пересолишь прям вообще, сильно много соли положишь туда, просто не надо много солить. Мы же все разные, мы же все с вами уникальны. Кому-то нужно вот чуть-чуть совсем посолить, а кому-то нужно много-много-много солить, чтобы не сгнило. Вот, поэтому, вот вы смотрите сами, да, поэтому для чего нам нужно личное отношение с Богом? Чтобы каждый из нас, да, определил для себя меру, меру, которая нужна ему именно. Сколько Бог тебе нужен? Значит, твоя яма настолько глубокая, да, что вот тебе нужно засыпать долго-долго-долго, засыпать эту яму, вот. И тебе нужно долго-долго утешаться, Господь, чтобы вот твои раны все затянулись, вот. Вот, утешаться нужно больше тебе. Чем больше ран, да, тем тебе больше нужен врач, больше нужно елея, чтобы замазать твои раны, чтобы помыть твои раны. Ну, тебе нужно больше. А кому-то, ну, кто-то живет хорошо, вот, ему не нужно. И, знаете, Бог радуется, когда у людей все хорошо. Он очень счастлив, когда у людей все гармония, согласие. Они живут хорошо. Это Богу угодно, чтобы все люди жили хорошо. Иисус сказал, что не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Вот. Все зависит от того, насколько ты считаешь себя больным. Тебе нужен Бог. И Библия говорит, что нет праведного ни одного. То есть на земле нет ни одного человека, который был бы настолько праведен, чтобы вот достигнуть именно того, что он на самом деле желает. Потому что Бог в нас вложил желание наслаждения. Вот. У нас есть душа, да, которая желает, у которой есть желания какие-то. Вот. И если они не воспоминены, наши желания, наши мечты не исполнены, то это считать, что твоя праведность не достигла праведности Божьей. Потому что праведность Божья, она, это исполнение всех твоих желаний и самых смелых каких-то желаний твоих, да. Какой-то твоей такой несбыточной вообще мечты, о которой вообще даже ты боишься мечтать об этом, потому что вообще тебе кажется, что это невозможно. Вы знаете, что если ты достиг праведности Божьей, считай, что ты, все твои желания, которые самые смелые твои ожидания, они обязательно исполнятся. Потому что ты в Боге, что ты просил, там Бог все помнит об этом. Рано или поздно это исполнится, твои желания. Потому что во Христе Иисусе, в Сыне Божьем, в Иисусе Христе мы имеем жизнь вечную. У нас с вами все в середине. Аллилуйя. И сейчас мы можем это взять, если мы будем утешаться к Господу. Ты слышал голос мой, не закрой ухо твоего от воздыхания моего, от вопля моего. Аминь. Там Ильмия, пророк, плачет. Да, плачет. Он же Божий человек, он пророк Божий. И мы видим, что пророки Божьи, да, они много страдали за свою веру в Бога, потому что нечестивые они гнали этих пророков. Потому что им не нравилось, когда их обличают, когда их обличают в грехах, когда им говорят, что нужно исправиться, нужно покаяться. Что Бог вас накажет, если вы не покаетесь. Город вас будет сожжен огнем, дети ваши уйдут в плен, они все погибнут. Кому понравится такое сушение? Кому не понравится. Естественно, они таких пророков гнали. Но это действительно так, потому что греши были настолько тяжелые, да, что земля уже не выносила таких грешников. И Бог предупреждал через пророков. Они как посредники между Богом и людьми были. И естественно, их гнали, потому что им не нравилось то, что говорил Бог. И были вопли, были слезы. А вот. Бог слышит эти все вопли. Конечно, Он компенсирует все, да, компенсирует. Пророкам награда на небесах за то, что они пострадали, да, за имя Христа. Да, вот. Естественно, когда мы страдаем за свою веру, да, то Бог говорит, да, что так гнали пророков высших прежде вас. Радуйтесь, и если вас гонит за имя Моё, да, то радуйтесь, ибо велика награда ваша на небесах написана. Знаете, ты думаешь, что когда еще на небеса я попаду, когда там еще я награду эту получу. Вы знаете, что можете прямо сейчас взять эту награду, потому что ты уже сейчас посажен на небесах во Христе. Иисусе, ты просто верой можешь ее взять и можешь ощутить свою душу, то, что ты бы ощутил, если бы ты эту награду получил и увидел ее своими глазами физическими. Ты можешь уже сейчас, ну, как бы своей душой почувствовать то состояние, которое бы ты испытал, когда получил эту награду. Вот сейчас прямо, в эту секунду ты можешь это почувствовать. Вот. Это твоя ответственность, чтобы, ну, приходить к Иисусу, приходить к Богу, приходить к Нему в молитве. И через молитву мы только можем получить эту награду сейчас, уже на земле. Потому что, когда мы придем к Богу, мы там уже Его увидим. Я думаю, что там уже, там уже не надо будет молиться, потому что, потому что это, как бы, молитва, она отпадает, понимаете. Потому что и здесь мы только на земле через молитву можем с Богом соединять. А там ты уже, как бы, я думаю, что там уже не надо молиться будет, потому что там, ты уже будешь лицом к лицу к Богу, ты уже увидишь Его, таким, какой Он есть. И там ты уже все награды, уже будут видны. Вот. И получишь уже все. И не надо будет молиться, чтобы получить там какие-то ощущения. Они просто будут естественные. Вот так, как ты по земле ходишь, да, дышишь воздухом, любуешься природой, и у тебя душа радуется. Просто. Потому что ты видишь, ты осиздаешь, ты чувствуешь своей душой, всеми пятью органами своих чувств. Вот. То прекрасное, что Бог создал, что Он сотворил здесь, на земле. Но есть награда на небесах, которую ты можешь ощутить прямо сейчас. Но это ты только через молитву можешь это взять. Здесь, на земле, пока ты живешь, можешь взять это через молитву. Аминь. Поэтому нам нужно молиться. Вот для чего молиться. Молитва нужна. Для того, чтобы тебя поработить и заставить молиться. Для того, чтобы... Для твоего уже блага. Потому что там твоя жизнь. Она закрыта за Христом в Бойке. В ней. Иезекель 16.63 Для того, чтобы ты помнила и стыдилась. И чтобы вперед нельзя было тебе и рта крыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делал, говорит Господь Бог. Аминь. Слава Господу. Гиблия говорит, да, что если наши грехи, они вообще такие вот черные, такие багряные, то Бог, Он как снег уберет эти. И Он действительно через Христа, через пролитую кровь на кресте очистил нас от тех наших грехов. Так что, какие еще претензии могут быть к Богу? И ты уже даже не можешь рта открыть против Бога, потому что Он тебя простил. Но если ты правильно веришь, веришь в то, что Бог тебя простил, ой-ой-ой, сколько много Он тебя простил. Поэтому ты уже не будешь обвинять Бога в чем-то, то, что с тобой происходит или произойдет, может быть, что-то такое, что тебе не понравится. Конечно, если Бог тебя прощает, да, написано, что ты уже, ты не можешь даже рта свою подкрыть, но в том смысле, чтобы что-то против Бога говорить. Вот, потому что тебе прощено столько. Грехи твои настолько черные, настолько грязные, настолько мерзкие, и вот Бог тебя простил. Вот. Хотя, если бы Бог не был таким милосердным, долготерпеливым, моногомилостивым, Он бы тебя покарал и отправил на вечные муки, да. Вот. Но Библия говорит, что Он простил даже такие вот ужасные грехи, которые ты загрешил, грешила, вот. Но Он тебя простил, потому что милосердный, понимаешь, что здесь на земле много было царей и очень жестоких царей. Но наш царь, Он милосердный, Он не такой, каким описывают Его дьявол, который клевещет на Бога и говорит, что Он такой жестокий, злой. Вот. Если ты говоришь, что твой Бог жестокий и злой, это значит, дьявол твой Бог, а не Бог-Отец, который все сотворил это. Потому что Бог есть любовь, потому что Бог есть света, нет ни никакой тьмы. Просто не тому Богу поклоняешься. Вот. И Библия говорит о том, да, что... У меня уже была такая мысль, и недавно я слушала проповедь одного брата-раповедника. Он подтвердил то, что я уже говорила, я услышала из его уст, что Бог, он в Ветхом Завете, когда мы читаем, что что-то происходит такое ужасное, да, и Бог говорит, Господь сказал там, убить там всех, короче, женщин, детей, стариков, младенцев, короче, всех уничтожить. Бог говорит сделать это. И Моисей слушался Бога и делал то, что Господь сказал. Конечно, и если в буквальном смысле понимать, да, то можно сказать, что Бог жестокий такой. Но на самом деле это не дело Бога было. Это дела дьявола. Почему? Потому что Бог берет ответственность над своим творением. А дьявол — это творение Божье. И если бы Бог говорил, если бы Бог не сказал, не говорил, не взял ответственность на себя, да, за дела дьявола, не взял ответственность на себя, то в Библии была бы вся написана про дьявола. Там было бы написано, дьявол сказал, дьявол сказал, делай то, дьявол сказал, убей тех, дьявол сказал, делай то. Но Бог, он берет ответственность на себя. Он говорит, так говорит Господь. Понимаете, что он берет на себя ответственность. И даже в Новом Завете написано, что Бог Сына, кто бы не пощадил, но предал его за всех нас. То есть то же самое, Бог взял ответственность на себя, за дела дьявола, потому что сатана убил Сына Божьего. Это же не Бог его убил, а сатана. Но Бог взял на себя ответственность и сказал, что Бог не пощадил Сына Своего. Это на самом деле дьявола не пощадил Сына Божьего. Понимаете? Но Бог берет ответственность на себя, за свое творение. И мы видим, что Он взял ответственность за нас. Почему? Он поручился за нас. Ну, написано, что тот, кто поручается за другого, да, тот, короче, степил себя на шею затягивать. То есть Он стал, нужно быстрее освободиться от этого, поручить, если за кого-то поручился. Но Бог поручился за тебя, понимаете? И Он умер за тебя вместо тебя. Он понес ответственность за твои грехи. Хотя ответственность за свои грехи должны были нести все мы, грешники. Но Бог, Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Аминь. Слава Иисусу. Так. Ну что, давайте споем «Надо быть». Слава Иисусу. Слава Иисусу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девятая глава Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девятая глава DimaTorzok DimaTorzok Девятая глава 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 DimaTorzok Господа Бога, да, потому что Господь наш есть солнце правды. Вот, так наш Господь Иисус, Он Царь, и Ты, Он избавил тебя от суетной жизни, преданной Тебе от Отцов. Не золотом, не серебром, но драгоценной кровью Христа, непорочного и чистого агнца. Поэтому то, что мы сейчас прочитали, да, это касается цинов человеческих, которые живут в мирской жизни. Библия говорит, да, не любите мира, не того, что в мире, и во все, что в мире, Бог от плоти, Бог от чьей горды житейской, не ездит от самого мира сего. И мы видим, да, что это земная жизнь человеческая, это его доля, это его учить. Он живет здесь земной жизнью, и ему приходится это делать, приходится ходить на работу, приходится там кого-то ненавидеть, кого-то любить, кого-то, в конце концов, его закопают в могиле, в конце концов, он знает, что он умрет. Вот, такова учить всех людей, да, живущих на земле, вот, под солнцем. И если ты сейчас живешь, да, по новому завету, я делаю в своей жизни Господа Иисуса Христа, да, главным приоритетом в своей жизни, то знаешь, что ты искуплен от этой цередной жизни. Ты не обязан жить так, как написано тут, для тех людей, которые живут именно в своей жизни. Вот, понимаете, все меняется, когда приходит в твою жизнь Христос, когда ты принимаешь вот Сын Господом и Спасителем, все меняется. Ты вовсе не обязан жить так, как живет этот мир, вот, и ты никогда не умрешь, у тебя есть вечная жизнь, у тебя есть вечная жизнь. Естественно, вечная жизнь там не заканчивается, естественно, что это уже не соответствует тебе, потому что здесь написано, что, ну, заветывает о том, что дела наши идут вслед за нами. А тут написано, что этот человек, который умирает, да, он уже ничего не знает, ничего не чувствует и ничего не знает. То есть это говорит, он рассуждает человек, который живет в рамках только земной жизни, в рамках земной жизни и все. Вот, но мы знаем, да, что есть вечная жизнь, что со смертью праведника не заканчиваются твои ощущения. Твоя душа никогда не умрет. То есть ты будешь так же продолжать видеть, так же будешь продолжать слышать, так же будешь продолжать осязать, обонять и чувствовать, осязать. Вот, даже когда выйдешь из тела своего, ты будешь продолжать ходить и видеть. Вот. Твой ум будет так же работать, может, даже лучше. Ты будешь даже одеть даже лучше, чем ты сейчас одет. Вот. И твоя судьба – наслаждаться Господом, да, наслаждаться Иисусом. Аллилуйя. Иисус заплатил для того, чтобы ты мог наслаждаться Богом. Аминь. Уже за все заплачено. Бог потрудился для того, чтобы ты за все был заплачен. Аминь. Аллилуйя. Конечно, для земной жизни мы можем, да, что-то извлечь из того, что здесь написано. Вот. Для земной жизни. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. За слово твое. Аллилуйя. Аллилуйя. И мы видим, да, что здесь в восемнадцатом стихе написано. Один погрешивший погубит много добра. Вот. Один Адам согрешил, и все человечество теперь страдает. Да? Да. Мудрость лучше воинских орудий. И вот. Каждая страна, да, чтобы, дабы защитить себя, она просто гонится за оружие. Копи, да, всякие там, гонка вооружения называется. Вот. Дабы защитить себя. Но мудрость написано лучше воинских орудий. А нам дана мудрость, ходящая свыше. Понимаете? Если мы будем молиться, если мы призывем Господа, Иисуса Христа, Своим Господом и Спасителем, то это лучше, чем если ты накопишь оружие. Да? Для своей защиты. Потому что Господь наш Иисус – это наша защита. Вот это будет твоя мудрость, если ты примешь Иисуса Христа, Своим Господом и Спасителем, и сделаешь его навечным, Своим Богом. Вот это есть мудрость. И сделай это прямо сейчас. Просто призови имя Господа, и ты спасешься. Скажи, Иисус, спаси меня. Аминь. Если ты это сказал, то знаешь, что Иисус тебя спас. В эту же самую секунду. Аминь. Ты можешь с Ним общаться. Ты можешь говорить с Ним. Ты можешь открывать Ему свое сердце. Говорить своими словами. Конечно, если ты хочешь знать Его больше, лучше, да, о Нем, либо Его лично, то нужно молиться. Нужно общаться с Богом. Нужно развивать с Ним отношения. Вот ты познакомился с кем-то, да, на этом же не заканчиваются твои отношения. Если ты хочешь, чтобы ваша дружба развивалась, нужно общаться. Так вот, Бог хочет быть твоим другом, самым близким. Вот. Как ты Его назовешь, тем Он и будет для тебя. Аминь. Никто и ничто не может отлучить нас от любви Божьего Христа Иисусе. Аминь. Слава Госдуме. За этому образу, сходящую свыше. Аминь. Давайте сами попоем. Давайте сами попоем. Слава Госдуме. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой Господь! Все мое – это Твое, и все Твое – это мое. А любовь, слава Тебя Господь, что за все заплачено Тобою на Голгофском кресте. Во имя Иисуса Христа молюсь. Аминь. Давайте хвала даем без секунд. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Спасибо за просмотр!